здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий я хочу сообщить вам пренеприятное известие началась кажется война и мы все хотим этого или нет будем в это втянуты я постоянно читаю новости и сегодня я среди ночи в лес потому что я всего это жду я внимательно слежу за этим делом мне это но не просто интересно мне очень тревожно и поэтому сегодня вот ночью я увидел сообщение от интерфакса что иран предпринял в ответ на убийство национального героя ирана сулеймани предпринял ответную атаку что в принципе ожидалось здесь нет никакой неожиданности нет на американские военные базы в ираке но сейчас я хочу просто перечислить голые факты без всяких эмоций пока смотрите 27 декабря что произошло в багдаде собралась достаточно большая толпа народу демонстрация демонстрантов и они пошли к посольскому как бы кварталу который был в которой закрытый доступ и они начали там протестовать они смяли там охрану и пошли по территории уже зеленой зоне куда обычных людей обычно не пускают и они пошли естественно к американскому посольству они протестовали против американского присутствия в ираке это было в багдаде вы ираке и они пошли к американскому посольству в американском посольстве И они тоже стали пытаться ворваться на территорию американского посольства. В результате им это удалось. Они сломали ворота, ворвались на территорию американского посольства и начали крушить. Естественно, сотрудники американского посольства укрылись в укрытии в любом посольстве. Такое есть, особенно в таких горячких точках. Так что никто из американских граждан при этом не пострадал. Милиция разогнала протестующих. Я не знаю, что там дальше было, но это вот такие сообщения. Это было 27 декабря. 3 января мы все знаем, что Дональд Трамп абсолютно неожиданно на территории Багдада в окрестностях аэропорта Багдадского предпринял атаку. И ракетой уничтожил человека, который отвечал за внешние операции Ирана. И это был Сулеймани. И он его уничтожил. Трамп сказал, что этот человек ответственен за сотни американских жизней. Никаких фактов при этом не приводилось, ничего. Но, тем не менее, просто вот на голословных просто взял и убил человека. На самом деле, я еще раз повторяю, на территории Ирака, то есть на территории чужой страны, он убивает иностранного подданного. Что американцы делают на территории Ирака, непонятно. Что произошло дальше? Дальше, естественно, идут словесные атаки. Ну, это было... То есть я за этим наблюдал внимательно, естественно. Ну, выглядело это примерно как дети в детском садике. Мой папа полицейский, а мой папа военный. Мой папа тебя дубинкой, мой папа тебя из пулемета, а мой папа тебя, значит, там, с ОМОНом, а мой папа тебя танками и так далее. Ну вот, ну, то есть на это можно было не обращать внимания, но было понятно, что ответка будет. И что произошло дальше? Дальше, естественно, у нас пытаются решить все через ООН. И американцы попытались принять резолюцию ООН, которая осуждает нападение на американское посольство. Но они написали ее в своей редакции, то есть, что полностью виноват в этом Иран и так далее, и так далее, и так далее. Эту резолюцию, во-первых, заблокировали, я вам скажу, кто заблокировал эту резолюцию, ее заблокировали Россия и Китай. Две страны, которые входят в Совет Безопасности ООН. Естественно, американцы недовольны, естественно, они обвиняют нас, но, тем не менее, значит, вот в той редакции, которая была, это было оправданием убийства Сулеймани. Еще один момент. Американцы в нарушении всех международных правил, нарушении всех своих обязательств не пустили в ООН министра иностранных дел Ирана. Они ему не дали визу. Это второй случай такой вопиющий, потому что, ну, первый случай недавно совсем был, когда половину нашей делегации, российской делегации не пустили, не дали визы, аналогично в США. То есть это прямое манипулирование просто международным сообществом и прямое нежелание слушать вообще никого, потому что Трамп говорит, что так как у нас самая сильная армия, поэтому мы будем диктовать условия всем. Ну, естественно, с этим многие не согласны, и поэтому вот сейчас все такое происходит. Что еще произошло? Ну, этой ночью мы знаем, что в 2 часа ночи были выпущены по разным данным там несколько десятков ракет, собственно говоря, по двум американским базам в Ираке. Да, кстати, до этого еще парламент Ирака, который вроде бы считается независимым государством, которого американцы освободили от злого Саддама Хусейна и который делал ядерное оружие, пытался создать. Правда, никто не нашел никаких признаков того, что он пытался создать ядерное оружие, но дело было сделано. Ирак был освобожден от злого тирана, и там теперь все счастливы, там теперь демократия, они сами решают, типа, как им быть. И поэтому американцы говорят, вот мы вас будем защищать, они понастроили там военных баз вокруг Ирана, и, соответственно, парламент Ирака, так как он демократическая страна теперь, он принимает решение о том, что мы требуем вывести все иностранные войска с территории Ирака, потому что нахрен нам это не надо. Мы не хотим воевать ни с кем, мы хотим мира. На что американцы сказали, что мы не уйдем от вас никогда, потому что иначе мы вас тут туда-сюда, вот об колено. Вот такая демократия и такая независимость по-американски. Ну, что происходит дальше? Дальше Иран говорит, что мы будем изгонять американцев из всех стран, где бы они ни находились, в регионе пока Ближнего Востока. То есть, ну, в первую очередь это Израиль, в первую очередь это Саудовская Аравия и все прочее. Они грозят перекрыть Армузский пролив. Вот такие факты. Теперь дальше, ну, я вчера вот был буквально на родине, в деревне, когда я сказал, что, слушайте, тут такие события разворачиваются, война будет. Они так перепугались, как война, где война? Я говорю, США с Ираном воюют, они, а, ну, это вот, как бы это далеко нас это не касается. Так вот, друзья мои, я хочу сказать, что это коснется буквально всех. Если вы думаете, что это вас не касается, что вы в деревне сидите, и у вас там сельское хозяйство, и вы думаете, что вы отсидитесь, или, скажем, ну, кто-то в Москве, я думаю, что уже далеко не все думают, что отсидятся, а кто-то сидит в Таиланде, ну, те скорее отсидятся. Вот, то на самом деле отсидеться, наверное, не удастся никому, если развяжется мировая война, а это уже мировая война, потому что, ну, во-первых, она на территории чужих государств, замешан Иран и США, но США с территории Ирака, Иран обещает, значит, разбомбить всех, кто дает базы американцам, то есть и гнать американцев со всего региона, там шииты, суниты, Мишанина та еще, и давайте не забывать, какие самые мощные в военном отношении державы, у кого больше всего ядерного оружия. Их всего на самом деле две, это на первом месте стоит США, на втором Россия, поэтому, если мы живем в России, то нас это точно касается. Кроме того, давайте напомню еще несколько фактов. Накануне Шойгу общался с министром обороны Ирана. Вы думаете, спроста? Я думаю, что не спроста. Я думаю, что и Путин постарается подсуетиться и попытаться поднять значимость России в мире. Каким образом? Ну, я очень сильно подозреваю, что сейчас очень обсуждается поставка новейших наших зенитно-ракетных комплексов в Иран. Иран, то есть, и я думаю, что это произойдет. Путин вчера находился в Сирии, в Дамаске, сегодня он с Эрдоганом. Ну, в принципе, он запускает турецкий поток сегодня, 8 января, и, ну, в том числе, я так подозреваю, что будут обсуждать вот эту историю, потому что, ну, Турция непосредственно граничит с Ираном, и там достаточно большая граница. И обширная Турция в этом, конечно же, тоже замешана. И, ну, не то, что замешана Турция, ну, давайте не забывать, что в Турции тоже полно всяких там мусульман. Вот, она в основном мусульманская страна, и, естественно, там эти суниты, шииты, хрен их там разберешь. Вот, ну, а что касается в деревне, ну, друзья мои, если эта заваруха начнется, то Россия вмешивается, если в России объявят тотальную мобилизацию, то вы вроде бы в деревне, но когда ваших мужей или сыновей начнут забирать в армию, то, в общем-то, вы об этом вспомните. Это вот, ну, первое, как может коснуться. Второе, как может коснуться нефть, конечно же, потому что Россия, это... Самый большой экспорт России, это нефть. Ну, и, возможно, вооружение, то есть, ну, цены на нефть, понятно, вырастут, Россия, но это, может быть, выиграет. Но, возможно, усилится там какая-то изоляция России и так далее, непонятно, что будет. На самом деле, конечно же, на этом можно заработать, но лучше зарабатывать, на самом деле, заработать можно всегда. И я бы предпочел зарабатывать в мирное время. Как можно заработать на этом деле? Ну, проще всего, конечно, купить фьючерсы на нефть. Если у вас есть брокерский счет, то вы вполне можете купить фьючерсы на нефть, найти на срочном рынке по тикеру BR-220, это будет февральский фьючерс на нефть, BR-120, это будет январский фьючерс на нефть, экспирация там, насколько я помню, 20-21 января. И если вы в России или на московской бирже, то нефть наиболее ликвидный инструмент в этом смысле. Можно купить золото. Я тоже, в общем-то, советую купить золото, потому что золото тоже сейчас полезло резко вверх. Если вы не на московской бирже и не в России, то я вам советую купить нефть марки WTI. На московской бирже тикер выглядит CL, это очень неочевидный тикер, CL-120, 220 и так далее. CL расшифровывается как Crude Oil, это нефть марки WTI. Большей популярностью пользуется именно она на американских биржах. Ну, золото, естественно, голд, это понятно. Вот, ну, если вы хотите защитить свои финансы, то защищайте. Но я хочу, чтобы не было войны, потому что на самом деле деньги не так важны. Важно, конечно же, состояние мира, потому что, ну, для меня, например, лично для меня, у меня есть сын, ему сейчас 16 лет, через два года ему исполнится 18. Я не хочу, чтобы он пошел погибать во имя Аллаха, во имя Путина, во имя Хусейна, во имя Трампа, во имя не знаю кого, то есть мне это не надо, потому что я хочу, чтобы мой сын остался жив, и это главное на самом деле. Вот, поэтому, ну, надо подумать, что мы с вами можем сделать для того, чтобы, ну, предотвратить или образумить хоть как-то, ну, вот этих безумцев, которые развязывают войну. И, честно говоря, я думаю, что, ну, в первую очередь Трампа, Путина, кого угодно, иранского лидера, поэтому я решил, что, ну, я могу, что я могу сделать лично для того, чтобы, ну, как-то предотвратить вот эту штуку. Я предлагаю такой вот, ну, некий флешмоб. Я думаю, что я это сделаю для вас, потому что многие не знают, ну, например, ну, многие не знают английский, то я могу, скажем, сделать следующим образом. Вот. Я сделаю примерно вот такую. Такой плакатик. Я сделаю его в виде картиночки с вырезанным фоном. Я объясню, как это сделать всем. То есть вы сможете скачать. Да, здесь написано «Остановите войну». И кому угодно я предлагаю просто вот послать это дело. Можно будет его прилепить на лоб Трампу, например, на лоб Путину, если вы хотите. Если вы хотите иранскому лидеру, на лоб иранскому лидеру. Если вы хотите израильскому лидеру, налепить его на лоб израильскому лидеру. Куда угодно. Ну, что мы еще можем сделать? Это люди, от которых зависит, будут жить наши дети или нет. Будем жить мы или нет. Я не хочу войны, поэтому я призываю вас всех сделать вот это. Я сделаю ссылочку под данным видео на файл, на котором будет вот такой небольшой стикер. И вы сможете его разместить как угодно и где угодно. Ну, об этом я расскажу, наверное, в следующем видео, как все это сделать. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Что можно сделать, чтобы предотвратить вот эту вот жуткую совершенно резню и бойню в мировом масштабе? Можно ли ее предотвратить и как? Я, честно скажу, крайне не хочу, чтобы случилась война. Но боюсь, что предотвратить это будет сложно. Но давайте сделаем все, что угодно, все, что мы можем. Я знаю, что меня смотрят не только в России, но и за рубежом. И я призываю просто призвать всех мировых лидеров, чтобы они остановили войну. Прежде всего, конечно же, лидеров США, прежде всего, лидеров Ирана, Великобритании, ну и всех прочих. Ну, а сейчас все. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Спасибо.